ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Примерных водителей в России надо поощрять, так считает депутат Госдумы Иван Сухарев. Например, говорит парламентарий, это может быть некая лотерея, призовой фонд, который формируется из штрафов, наложенных на правонарушителей. Якобы такой розыгрыш прошел в Швеции. Желающие победить в нем автовладельцы стали вести себя дисциплинированно, что в целом повысило дорожную безопасность. О своей идее Сухарев сообщил в МВД. ТРАССА СТО ОДИН Госдума может изменить сумму штрафа за отсутствие ОСАГО уже до конца июля этого года. Имеется в виду рост с 800 рублей до 5000. Об этом сообщил один из парламентариев. Есть тут, правда, один нюанс. В некоторых регионах оформить ОСАГО объективно проблематично. Предложения крайне недостаточно. Но депутат ожидает, что эта проблема будет решена. ТРАССА СТО ОДИН Составлен перечень самых покупаемых в мире новых кроссоверов в 2017 году. Номером один в списке идет Тойота РАВ-4, спрос на которую по сравнению с 2016 вырос на 10%. Второе место у Хонда CR-V. Спрос практически не изменился. А вот резко рванул вперед почти плюс 40% и заработал бронзу Фольксваген Тигуан. Также в пятерке Хёнде Туссон и китайский Хайвейл H6. ТРАССА СТО ОДИН На пекинском автосалоне в марте этого года Фольксваген представит следующее. Третье поколение Туарек. Машина получила платформу, которая легла в основу уже нескольких премиальных кроссоверов. Ламборгини Урус, Ауди Кью 7, Бентли Бентайга и Порше Каен. Информации о новинке пока немного. Известно, что Туарек обзаведется пневматической подвеской, задними подруливающими колесами и очень крутой мультимедийной системой с постоянным выходом в интернет. Москва снова попала в топ мегаполисов с самыми длинными автомобильными пробками. Российская столица заняла второе место, опередив Нью-Йорк. И там, и там за последний год автомобилисты провели в пробках в среднем 91 час. На первом месте оказался Лос-Анджелес. 102 часа. В первой десятке есть еще два российских города. Магнитогорск в Челябинской области и Юрга в Кемеровской. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания.